Начало работу 66-е заседание комиссии вагонного хозяйства железнодорожных администраций государств участников Содружества Грузии, Латвийско-Литовско-Естонской республик. Мероприятие продлится в течение трех дней. А какие вопросы будут обсуждены в материале нашего корреспондента. Среди участников заседания члены комиссии вагонного хозяйства Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и многих других стран, а также представители дирекции совета по железнодорожному транспорту. Это знаковое событие для железнодорожников. И данная комиссия одна из работоспособных в дирекции совета и рассматривает в основном сегодняшние наболевшие вопросы по организации работы не только вагонного хозяйства, но и своих смежников, но в том числе самое главное направление. Это строительство линейки новых инновационных вагонов, это модернизация существующих вагонных депо и заводов с целью обеспечения потребности народного хозяйства в перевозках. Практически полтора дня данная комиссия занимается всеми вопросами, которые на сегодняшний день вынесены. Предварительно они обсуждаются на подведомственных комиссиях, таких как экспертная группа, рабочая группа, потом выносятся на комиссию. В повестку дня вошли вопросы, связанные с вагонным хозяйством в различных странах. Отрасль играет ключевую роль в обеспечении безопасной и надежной работы железнодорожного транспорта. А проблема обновления подвижного состава, прежде всего вагонного парка, остро стоит перед всеми железнодорожными администрациями стран Содружества. В целях обеспечения интенсивного роста объемов перевозимых грузов исправным подвижным составом, а также устойчивой работы вагонного хозяйства в текущем году вагонно-ремонтными предприятиями Узбекистан-Темарьё-Лара продолжаются работы по продлению срока службы грузовых вагонов. Наряду с этим на площадях вагоностроительных заводов производятся грузовые вагоны. На сегодняшний день в наших заводах, то есть в заводах АО «Узбекистан-Темарьё-Лара» изготавливается более 50 наименований запасных частей комплектующих для грузовых вагонов и более 10 наименований или моделей типов грузовых вагонов, которые в предыдущих совещаниях были согласованы. На этот момент у нас идёт согласование двух типов вагонов. Это вагон для перевозки минеральных удобрений и вагон для перевозки жиженных газов. Завтра у нас предстоит экскурсия нашему заводу, где мы хотим показать наш литейно-механический завод, его возможности и мощности, и номенклатуру продукции, которую, возможно, будет реализовывать и экспортировать в странном сотрудничестве. На встрече отмечалось, что для успешного решения проблем в вагонном комплексе необходимо консолидация усилий всех заинтересованных сторон. И первые позитивные результаты уже достигнуты. В свою очередь, практика проведения заседания комиссии вагонного хозяйства на базе ведущих предприятий транспортного машиностроения это хорошая возможность продемонстрировать специалистам вагонного комплекса колеи 15-20 лучшие достижения в сфере.